Рекламно-информационная программа У нас столько денег нет А сейчас живые выступления у нас будут В рамках культпохода Как обычно будем задавать вам вопросы Разыгрывать приглашения, книги, билеты и так далее Давайте знакомиться с музыкантами Нашими гостями Это Александр Бушмакин и Олег Шабалин Добрый день Ребята, чуть поподробнее расскажем о вас чуть позже Но сначала хотим сразу же Услышать музыкальную композицию Поэтому, пожалуйста, порадуйте нас Гордость полными вагонами Золотыми вагонами Сьюга туют Молодые ветра Срывая в клочья облака Не забыли, шлют издалека с дома Мама И не последняя любовь А по небу бегут Видишь чьи-то следы Это может быть ты Это может быть я Это может нас ждут Это может нам поют свои Нашла коса на камень Идет война на память лет Нашла коса на камень Идет война на память лет Нашла коса на камень Идет война на память лет Нашла коса на камень Идет война на память лет Радость полными застольями И земными поклонами Встанем, выпьем И за всех помолчим Месяц полон Мир шатается Язык ноги заплетаются Вспомним, скажем Брат, брату нужные слова А по небу бегут Видишь чьи-то следы Это может быть ты Это может быть я Это может нас ждут Это может нам поют свои Нашла коса на камень Идет война на память лет Нашла коса на камень Идет война на память лет Нашла коса на камень Идет война на память лет Нашла коса на камень Идет война на память лет Гордость полными вагонами Золотыми погонами Сьюга дуют Молодые ветра Спасибо Дуэт Александра Бушмакина, Олег Шабулина В нашей студии Я так понял по той бумаге, которая по нему лежит Что это у нас половина группы Dance People Я правильно понял? А Dance People это dance, запятая people Люди танцы Или просто танцевальные Народ, давайте танцы Кстати, Николай, тема нашего первого часа Нас продолжает преследовать Нашла коса на камень, садоводы Ладно, давайте поподробнее знакомиться Олег Шабалин уже был в нашей студии В программе Открывашка С своими коллегами, ребятами, музыкантами Олега мы сегодня представляем как еще и основателей Преподавателя школы музыки Practice Method Все верно Александр мы выяснили за несколько минут до начала нашей передачи Еще и художественный руководитель клуба ветеранов Это очень, конечно, прозвучало забавно Очень молодо выглядит Александр Так бывает, да Музыкальное образование, соответственно, да? Естественно, конечно Чтобы быть художественным руководителем такого Нет, я занимался у частных педагогов очень много Нет, ну это все равно образование Ну образование, но такое неформальное Неформальное, да То есть диплом они дали Диплом они дали Научили, а диплом они дали Ну если спросят сыграй, тогда поверим, что умеешь Сыграть можно Саша, а училище музыкальное? Да, я закончил колледж искусств, наш казенецкий Получаю высшее образование А по классу какому? Ваши эстрадное пение Эстрадное пение, да То есть профессионально, как певец Эстрадный вокал или эстрадное пение? Эстрадное пение называется А в чем разница? Ну разницы в принципе никакой нет Просто вот так Миннер обраны науки А, специальность, она точно вот так там По программам проходит Это как профиль подготовки, так скажем А специальность называется музыкальное искусство эстрады Где вас можно видеть, где можно слышать, где можно танцевать Да, в конце концов Да, когда звучит dance people Да где захотите Все, как говорится, за ваши деньги Ближайший концерт у нас будет в Don't Worry Papa Bar Это 28 июля Ну это скоро уже Да, совсем скоро, поэтому мы готовимся Вы там все вчетвером? Да В электричестве? Да, все там, все по-настоящему Не полгруппы, не один Все целиком Четыре с половиной Четыре с половиной, да, так скажем Ой, а как? Кто еще там наполовинку наползает? Олег, расскажи 28 вы сказали, да? Да, 28 Между прочим Старую басню про полутора землекопа, да? Да, у нас в группе четыре с половиной человека То есть четыре человека на сцене И один человек закадривает То есть мы используем подложки Синтов, эффектов и так далее То есть мы заранее в студии у нас в школе прописываем это все И у нас есть дополнительные как бы подложки То есть это синтезаторы фортагана Ну, сэмплы это называют Сэмплы, лупы и вообще можно по-всякому обозвать Как формируется репертуар? Кому что понравится? Вот сейчас группа 7 бэпа звучала, да? Иван Демьян и его композиция Нет, я бы не сказал, что кому что нравится Естественно, все участники группы предлагают какие-то свои композиции Но группа-то формировалась, наверное, на каком-то на основе какой-то общности вкусов музыкальных или как-то Нет Или просто по объявлению Группа абсолютно странно сформировалась Потому что года два назад у меня возникла необходимость Потребность такая творческая, что мне хочется выступать с живым бэндом Потому что до того времени я всегда был под минуса, как это было раньше И стали бенды появляться в нашем городе И я понимаю, что, ну, как бы, сори, о чем я хуже И поэтому мой педагог из колледжа направил меня вот к некому Олегу Шабалину И с тех пор Даже педагог из колледжа? Да, педагог из колледжа Я не знал, так узнал Вот для чего надо приходить на это Так и сказала, есть некий Олег Шабалин, вот сходи к нему пообщайся Нет, есть некая школа, где есть ребята, которые мутят музыку Вот узнай Причем мне не сказали ни контактов, ни адресов Сказали, что есть Олег Шабалин, ищи как хочешь Ну, я нашел Ну, видимо, мы уже переходим, да, к школе музыки и практиксметов Давайте, ну, не впервые уже будем говорить Было дело в открывашке, но все-таки напомним Что собой школа представляет, кого принимаете, чему учите и так далее, Олег? Школа представляет собой, скажем так, некий коллектив концертирующих музыкантов То есть большая часть педагогов — это постоянно концертирующие музыканты То есть там есть музыканты из «Эльтанга», Макс Куклин бас-гитару у нас преподает Вот, барабаны ведет, мой ударник, Виталик и так далее То есть у нас как бы большая часть... Мой ударник — это вообще такая Мика Джеггера фраза Знаешь, что однажды он по лицу склопотал за эту фразу? Ну Ему сказал, вот тебе на, мой вокалист Да, видимо Вот, то есть когда я начинал заниматься гитарой в 14, у меня были друзья, которые уже умели играть Я тогда не умел ничего абсолютно, то есть у меня там была музыкалка за плечами и... Но не гитара, да? Не гитара, список инструментов был абсолютно левый Вот, и вот эти люди мне что-то подсказывали Я искал, где научиться, что... Мне сказали, в колледж искусств берут там только там с музыкалкой Там какие-то, в общем, там надо куда-то подготовительные ходить и так далее И, в общем, у меня не сложилось с колледжем искусств по этой причине И... Ну, база-то была Ну, база была, но она была не гитарная Вот, поэтому тогда все было очень строго И спустя некоторый промежуток времени, когда я начал заниматься у первого педагога, второго, третьего, четвертого То есть я занимался по всей России Зарубежье, ближнее, то есть скайп-уроки Когда уже встал на ноги, начал что-то понимать Начал заниматься и с людьми из ближнего зарубежья И возникла такая... Тоже посредством интернет-связи? Посредством интернет-связи Возникла такая идея о том, что музыканты, у которых есть концертный опыт Которые понимают, какие перед ними стоят задачи в городе Что такое задачи играть в коллективе Какие здесь могут быть подводные камни Должны делиться опытом Потому что, ну, действительно, музыкальная школа этому не учит Я это могу точно сказать И вообще, в принципе, с этим есть большая проблема То есть у нас люди учатся Потом приходят в коллектив И вот Саня может рассказать о том, с какими проблемами ему пришлось столкнуться Когда мы с ним только начинали работать Это было сложно Ну да Так, Александр, у вас базовое образование, классическое, да? Что за проблемы? Классическое... Ну, классическое в понимании Ну, в общем таком понимании Ну, смотрите Отучившись в колледже Я не скажу, что в нашем городе дают плохое образование Музыкальное, среднее, специальное, по крайней мере Но то, что требует время сейчас На, так скажем, на этом рынке эстрадном Немножечко у нас, как бы У нас готовят педагогов Это 100% То есть я, там, мои однокурсники, например Мы будем хорошими педагогами Это все, без всяких проблем Но а то, чтобы, что называется Иметь какую-то свою фишку вокальную, да? Чем ты будешь отличаться от всех остальных Этого, к сожалению, у нас нет Индивидуализма Да, индивидуализма нет Потому что в тот момент, когда мы учились Вот на этом отделении эстрадной пени Его открыли не так давно И вообще, в принципе, в России педагогов Которые имеют профильное образование По направлению эстрадно-джазовой пени Или эстрадной пени Их мало Потому что вот только вот наше поколение Мы начинаем появляться Потому что все педагоги по эстрадно-джазовому вокалу Которые сейчас существуют Это педагоги-дирижеры-хоровики Чаще всего Не совсем, да, в общем В десяточку такое попадание Так немножко говоря Поэтому и были определенные проблемы, трудности И приходилось снимать манеру У исполнителей, которых мы слышим на радиостанциях На популярных и так далее Тем более, если кавербент Всего манеру надо снимать Человек, который Ну да, да То есть как бы не пытаться быть кем-то Свою какую-то индивидуальность Сохранять какую-то фишку Но при этом брать что-то от всех То есть ты взял от этого, от этого, от этого И у тебя получилось свое Как в принципе это делается И в итоге, скажем так, мы взяли для себя задачу Именно готовить музыкантов Которые могли бы работать в кавер-группах То есть готовить конкурентоспособных музыкантов Которые могли бы поступать не только в наш колледж То есть у нас много народу поступает в наш колледж Но у нас уезжает каждый год Несколько человек в Москву поступает Москва, Питер и так далее Нижний Нижний не так интересен То есть в основном все стараются в Москву Потому что все-таки Большая часть работы там Основной рынок там, Москва, Питер Вот Готовим мы гитаристов, барабанщиков Бас-гитаристов, клавишников, вокалистов Надеюсь, никого не забыл Еще вот у нас скоро появится направление Как мы его назовем? Так скажем, мастерство актера Да, то есть мы пришли к выводу о том Что нам не хватает вот у нас в школе Саши, который бы учил ребят Как правильно общаться с залом То есть учить фронтменов именно, да? Да, именно фронтменов Да, потому что есть такой недостаток все-таки в коллективах И это очень чувствуется Но этому тоже ведь никто не учит на самом деле Этому никто не учит, как вы Вы сейчас как гусман в КВН Ребят никто этому не учит Ладно, давайте небольшую паузу сделаем Напоминаем, что у нас музыканты проекта Дэнс Пиппл Александр Бушмакин и Олег Шабалин Будет еще одна композиция Через полминутки А затем начнем розыгрыш Да, конечно так Культ поход Хорошо, уважаемые музыканты Хотим еще услышать композицию В вашем исполнении Затем начнем розыгрыш 211-101 Напоминаю номер нашего телефона Будьте готовы, слушатели Да, будьте готовы Не прячь пули Стреляй смело Пускай стрелы Ты мое тело Я не ангел И ты тоже Я так делал И ты сможешь молчать Гораздо больнее молчать Лучше голос сорвать Кричать В самое сердце На пораженье Что же ты медлишь С этой мишенью Я все растратил Карты открыты Пей, что есть силы И будем ввиты В самое сердце Опять мыслей Слепых стоя Мне так мало Тебя стало Не прячь пули Обид тайных Не прячь слезы В глазах чай Молчать Гораздо больнее Молчать Лучше голос Сорвать Кричать В самое сердце На пораженье Что же ты медлишь С этой мишенью Я все растратил Карты открыты Пей, что есть силы И будем введы В самое сердце В самое сердце В самое сердце В самое сердце Благодарим, спасибо Самое сердце, что называется Если кто-то сейчас включил радиоприемник Настроил на нашу волну 101.0 Я хочу подсказать Это сейчас не голос Сергея Лазарева звучал Это сейчас исполнил Александр Бушмакин Олег Шабалин, гитара Ну что, давайте мы сейчас дадим возможность Музыкантам немножко передохнуть Начнем с книг от магазина «Читай город» Сразу говорю, что эти книги можно купить в магазинах По адресу Преображенская, 65 Либо Ленина, 103А В торговых центрах, которые находятся по этим адресам Итак, книжки Александр Панчин «Защита от темных искусств Путеводитель по миру паранормальных явлений Без возрастных ограничений» Красивая книжка Хорошо будет на полочке смотреться Микоэль Лонне, наверное, ударение Давайте сделаем предположение, что Лонне Большой роман о математике История мира через призму математики Книга об истории математики И ученых, открытиях ее языке и красоте 12 плюс математика Как ни странно, 12 плюс Ограничение у следующей книжки 18 плюс Алексей Варламов «Душа моя Павел» Новый роман «Взросление» А Павлина Не помилуеве Не помилуеве Не помилуеве, да Ну, в общем, видимо, известный человек Видимо, да Лауреат в премии «Студенческий букер» 18 плюс, кстати, у меня 18 плюс Кошмар какой Следующая книжка «Иан Макьюен в «Скорлупе. Блистательная история» В рамках сюжета шекспировского «Гамлета» 16 плюс Ну, книжка симпатичная такая Ой, еще одна книжка тоже «Любиться, не храни маленькие секреты большого счастья» Более одного миллиона читателей Это какой-то известный инстаграмщица Мама Эля некая, да Ну, мы не знаем, кто такая мама Эля Но если те, кто в инстаграме знают То книга очень красивая По крайней мере, это точно 16 плюс В общем, пять книжек Далее билеты пошли Билеты есть у нас на любой, вернее, фильм И на любой сеанс в кинотеатр «Дружба» У нас есть билеты в «Галерею прогресса» Там две прекрасные выставки Мы о них уже говорили Это выставка «Оттепель» Знаменитого советского фотографа Лаимира Лагранжа И выставка «Гол» Посвященная чемпионату мира по футболу И та и другая 0 плюс Любители музыкального ресторана В отдых Ресторан «Гауди» вас приглашает Через неделю, 27 числа В 8 часов вечера Это будет концерт «Эль Танго» Два билета за барную стойку 12 плюс Вас посадят Ну, за барную стойку, да То есть вы пройдете Еда за свой счет Все понятно Сертификат на 4 занятия в школе Проект «Тайс Метод» Это от наших гостей На 4 занятия И сертификат на 2 занятия В школе танцев «Айрон» О которой мы говорили Нашу предыдущую встречу Где у нас был Тимоша Восьмимесячный У нас здесь сидел Восьмилетний Да-да-да Было прекрасный совершенно эфир Поэтому я думаю Что школа «Айрон» Это очень здорово Вот такие у нас сегодня призы Ну что, первый вопрос Гости Задавайте, Александр Да, первый вопрос Я думаю Раз мы говорим сегодня о музыке Говорим о нашей группе В том числе Друзья, уважаемые радиослушатели Будет такой вопрос у меня Я думаю, что он достаточно легкий Вот наша группа Сколько должно быть человек Минимум В бенде И кто должны быть эти люди То есть какие музыканты На каких инструментах Они должны играть Минимум, да? Минимум Самый минимум Мне кажется, спорный вопрос Обычно бенд Это что? Что считать? Ну то есть То, что может выступать живьем Да, то есть Ну, например Вот мы сейчас Современный эстрадный коллектив Так скажем, да? Так скажем, да Минимум Минум Не симфонический Не народный И не фонограммный Кавербенд Не фонограммный Ну вот кавербенд Ну что ж Какие там позиции Должны присутствовать Есть версия у нас у слушателей Добрый день Здравствуйте Здравствуйте Ну как вы считаете? Сколько должно быть народу в группе? Я думаю, что четыре Как вас зовут еще Скажите, пожалуйста Александр 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 предполагает Су-4 Как другой Александр считает? Александр, хорошо Допустим, четыре человека А кто Кто должны быть эти люди? На чем они должны играть? Не знаю На бочке Барабанщик Гитарист Так Еще Пока только White Stripes Ну Барабанщик Гитарист Ну я думаю, что два гитариста А кто из них? Кто? Да Кто-то подразделяется Ну бас и ритм О Еще кого-нибудь давайте приплетем Ну наверное клавишник Ну вот Итого получается И кто-то из них И кто-то из них А может все четверо? Нет Вот четыре человека Хорошо А ну кто-то Кто еще? Ну вот наша группа Все В общем мы сейчас инструментальный Так сказать Перечислили Подсказываем Да Ну а полноценный кавербенд Еще Что-то еще не должны уметь делать Да Уж не подсказывайте Александру так Солист 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 Вокалист А, вокалист Вокалист Да, как хотите Называйте нас Да Да, вполне Вполне Ну что, ответ не встраиваем Вполне подойдет Ну я бы на двух остановился Опять же вспомнил тот же White Stripes Нормально Что выбираете Александр За правильный ответ? Билет в кино На любой фильм Все, не кладите тюрьму В кинотеатры дружбы Редактор обесит Ну как эти билеты получить? По поводу застава и участников Есть такой Не забыл, как его зовут Чувак популярный очень в интернете Который играет на сенсорной Миди-клавиатуре И за все инструменты Он сам все делает Сидит такой Да, есть Сидит один Все, все партии исполняет Сейчас теоретически Человек оркестра Это уже реальность Лупер под ногами И все Он все доволен Такие вещи творит Ну если вспомнить Опять же там 60-70-й год Люди просто барабанщики Прицепляли к ногам Раз гитару в руку Губную гармошку Сюда И нормально Еще и Петю Так, следующий вопрос От Олега Или Нет, у нас Саша Или Николай Ну давайте тогда Я что-то Для Петербурга У меня тоже вопрос музыкальный Дело в том, что я посмотрел В календарь сегодня День рождения У одного хорошего парня Который играет на гитаре Очень давно Его зовут Карл Сантано Ему сегодня исполнил 71 год Ну как, мимо того Пройти невозможно Вечно живой, извини Его хоронили раз 10 Да, там Вроде забытый Все, уже к черту Он всякий раз возрождал Причем страна такая, где Ну да Много соблазнов Много соблазнов, да Поэтому я сейчас Вот только единственный вопрос У меня есть много вопросов Про Карл Сантано Володь, с каком Попроще начать Или посложней Ну давайте Ну реклама впереди Давайте попроще Хорошо, ты дай фрагмент музыкальный Я потом задам вопрос Я как знал, что у нас сегодня будет кавер-группа Это дело в том, что это тоже кавер, да Сантано исполнил вещь И там одного из знаменитых сальса-музыкантов Звали его, насколько помню, Тита Пуэнте Вот Это был один из первых его хитов Который там даже где-то По-моему, номер третий занял В американском ритме А вопрос будет не про эту песенку Вопрос будет такой Дело в том, что Сантано вообще родился В очень многодетной семье Понимаете, в Мексике Там это нормально принято И вот вопрос такой Сколько у него было братьев и сестер? Очень простой вопрос И три варианта ответа 6, 8 или 12 Было или остается? Или кто-то там Я не знаю Судьбу многих его братьев и сестер Но когда он родился У него было 6, 8, либо 12 Братьев и сестер А он какие по счету? Тоже не скажу 6, 8 и 12 6, 8, либо 12 Циферку угадайте Поделиться нужно, да С конкретной цифрой 211 и 101 Звоните быстрее Мы скоро на рекламу соберемся А призов у нас еще достаточно Мы только разыграли А у нас звонок уже к статье есть Какие странные слушатели Дай-ка у себя готовы сыграть Добрый день Здравствуйте Здравствуйте Как вас зовут? Меня зовут Олег Олег Ну что, сколько было братьев и сестер У Карлоса? Аугус Талгаса? Первый ответ Мы обычно неправильно не засчитываем Остается два варианта 6, либо 12 Остается Многодетное Ну давайте 12 Так, к сожалению Вы сегодня без приза Что, зря? Да, вот зря Зря подмычал А слушай, а это не многодетное что ли 6? Ну Ой, ну ладно В общем, следующий позвонивший Извините, получит приз Давайте покончим с этим вопросом Давайте покончим с этим вопросом Дозвоните с 211-101 Вы сейчас автоматом у нас получите что-нибудь На ваш выбор Ну это мне всегда нравится Когда знаешь Самое смешное было Когда я предложил три варианта ответа А человек позвонил и предложил свой четвертый Человек на своей волне В своем мире где-то витал Вы знаете, самое удивительное Он не угадал Да Как вас зовут? Вы в прямом эфире Здравствуйте, Светлана Светлана, ну Собственно, все карты вам в руки Сколько было братьев и сестер? Шесть Шесть Главное было назвать цифру Бинго! Выбирайте приз Ура! Законное право на него имеете? Ну давайте Эль Танго Эль Танго, хорошо Отлично, прекрасно Гауди Через неделю 27 числа В 8 часов вечера Концерт Эль Танго Два билета за барную стойку Вы получаете 12 плюс Напоминаю, возрастное ограничение Ну что, реклама, поехали И скоро продолжим И песни у нас тоже еще будут Культ поход Давайте я следующий вопрос задам Задавай Моя очередь Ну это будет опять задание У меня спеть Исполнить что-нибудь Нашим слушателям Про что? Что делать? Все дело в том, что сегодня 20 числа не только 71 лет И сегодня такой интересный праздник Как Международный день торта Ух ты! А что, есть песенки про торт? Вот именно торта Несмотря на то, что кому-то Удобнее говорить торта То понимаешь, если нам позвонят И скажут торта Мы же тоже ругаться не будем Ну да, конечно Нет, я к чему А с чем он ассоциируется Обычно торт? Это угощение С праздником с каким-то, да? А, то есть просто песенку про праздник Да, песенку про праздник Или стишок Да, или стишок про праздник Сегодня мамин праздник Сегодня женский день В том числе принимается Пожалуйста 211-101 Дозвонитесь, пожалуйста И песню про какой-нибудь праздник Про день рождения Про Новый год Не знаю Профессиональная какая-то дата Пожалуйста, исполните Либо стихотворение Выбрать приз из того списка Который у нас имеется Алло, добрый день Готовимся петь хоров, да Здравствуйте, это Светлана Светлана Вы уже который раз подряд Именно на вот такое Творческое задание Отплекаете человека Ну, я люблю, да Ну, какому празднику Вы посвятите свое? Что петь будем? Торт, торту Давайте Торту Торту Хорошо Торту в студию Поехали Я привык улыбаться людям Как знакомым своим Есть там слово торт Счастье Это как торт на блюде Одному не справиться с ним Отлично Отлично Спасибо вам Трофим, если что у нас тут Выбирайте, определяйтесь с подарком Хорошо Так, книга Вот эту последнюю называли Вроде бы так Маленькие секреты Большого счастья Большого счастья Это книга ваша Мы желаем вам большого счастья По секрету По секрету Ага Пообщаемся Я ем на обед Золотые слитки Бриллиантовый десерт Нефтяные слитки Мне имя Вильзи Вул Хозяин стратосферы Я нереальный пул Мой респект без меры В левой руке Сникерс В правой руке Марс Мой пиар-менеджер Карл Маркс В левой руке Сникерс В правой руке Марс Мой пиар-менеджер Карл Маркс Капитал 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Капитал, 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 спасибо, еще раз напоминаем, что у нас в гостях Александр Бушмакин, Олег Шибалин, музыканты, проект в том числе Dance People, сейчас набор какой-то идет, Олег в студию Practice Method? У нас нет набора постоянно. Как возникает необходимость, можно набрать номерок или посмотреть в соцсети, прийти и сказать хочу. Немаловажный вопрос, с нуля принимаете людей? Есть такая возможность или обязательно какой-то подготовка? Нет, почему? Много кто приходит с нуля. И по возрасту еще вопрос сразу такой, зрелых людей берете? Возрастное ограничение какое-то есть? Возрастного ограничения нет. Самому младшему ученику, который когда-либо у нас учился, было 4 года. Самому старшему 54, по-моему. У меня просто вопрос корыстный, собираюсь сырую гитару покупать. Приходите. Все, понял. Воспользуюсь служебным положением. А сыну сколько лет? 12. Вообще очень легко. Самая тема. Самая тема. Он очень глубоко сейчас нырнул и в русский рок, и в зарубежный рок. Ну вот, приходите. Пианино его уже не устраивает, поэтому гитару нужны. Я также когда-то к гитаре пришел. Пианино уже не устраивает. Там струн больше, чем гитаря. Там струн больше. Нет, там драйва такого нет, конечно. Я согласен. Что получают? Так сказать, приходя к вам, люди, желающие заниматься. Это и уроки. Это и возможность выступить. Это и возможность выступить. Совместно. Да, или вон как у Александра, возможность просто найти себе команду, да? Ну да. В принципе, там можно это... А вы сразу же там присматривайте, кто, куда бы мог, какой коллектив. Нет, тут вопрос в чем. Значит, допустим, если брать в расчет гитару, то есть три основных, скажем так, ступеньки. То есть первая ступенька – это базовый курс, в рамках которой человек научится открыть в интернете песню и сходу ее сыграть. То есть понимать, что ты играешь в правой руке, что ты играешь в левой руке. И качественно исполнить так, чтобы под человека можно было петь. То есть ритмично, аккуратно, все красиво. То есть там душой компании стать вполне хватит первого этапа. Да. То есть это не просто три аккорда, я тебе сыграю гордо. Да, это не просто. А кто с четвертым придет и, не дай бог, возьмет, от него самого и погибнет, как пела группа дети. Вот, второй этап – это гитарист кавер-группы, то есть это уже электрогитара. Это изучение композиций, разбор, скажем так, основные, скажем так, технические приемы электрогитариста и чек-лист. Чек-лист – это список умений, которые ты должен уметь, чтобы попасть в коллектив, чтобы ты был востребованным гитаристом в группе. И третий этап – это уже сложная импровизационная музыка, импровизации, составление студийных соло, составление концертных соло, аккомпанемент в более сложных стилях и так далее. Сколько времени может пройти, начиная с первого этапа приступления к обучению и заканчивая наивысшим? Ну, условно, то есть вот девочка сейчас поступает вот как раз в Москву, она пришла к нам еще до колледжа искусств, вот, гитаристка Саша Афанасьева, то есть она год поручилась у нас, потом поступила в колледж параллели, училась у нас, и сейчас она поступает в Москву. Пять лет поручилась. Ну, получилось пять лет. То есть освоить гитару для себя можно в период от трех месяцев до года, в зависимости от того, сколько человек готов уделять времени дома. Ну да, конечно, от интенсивности занятий зависит много. У кого-то есть способности гитаре, у кого-то нет? Нет, вообще никогда не ставил вопрос о способностях. По крайней мере… Нет, просто у человека, может, слуха нет. Не важно. Не важно, научите. В рамках базового курса абсолютно не важно. То есть… А как, если слуха нет, вы учите человека? Так, тебе нужно правой рукой работать с такой-то чистотой, что ли? Почему? Нет. Речь же не идет вообще о отсутствии слуха, да, то есть вообще, чтобы человек ничего не слышал. Ну, там не только слух, там чувство ритма. Чувство ритма развивается, координация рук развивается, есть специальные методики, поэтому в вокале есть определенные нюансы, но до уровня вот могу петь в компании, дотянуть могут все. То есть интонирование, все это развивается… Ну, кто поет громко, тот поет правильно, как бы, да? Ну, да. Кто громче, тот и прав. Кто громче, тот солист. Три минуты остаются. Александр, давайте еще… Задавайте вопрос, Александр. Еще нашим слушателям вопрос. Вопрос, да, хочется задать такой. Совсем недавно на Крайнем концерте у нас был такой случай, когда нам пришлось спеть песню сходу просто. Была такая потребность у одного гостя. По заказу? Конечно. Ну, типа, да, очень уж девушка просила, ну, и я, развернувшись к музыкантам лицом, говорю, ребят, ну, такая-то песня, которую они абсолютно не знают. Открыли аккорды, ну, ребята… В интернете, собственно, посмотрели. Да, посмотрели аккорды, ну, и мы и спели. Припевчик спели этой песне, песня называется «Фантазер», которая очень сейчас безумно набирает обороты популярности. Она таким мемом каким-то стала, она таким интернетом. Да, да, и у меня вопрос такой. Скажите, пожалуйста, уважаемые радиослушатели, кто же первый человек, который исполнил эту песню? И те люди, которые ее перепели, кто они, эти замечательные музыканты? Давайте кусочек-то припев, давайте напомним. Ну, давай. Давайте, да. Три-четыре. Все я выдумал сам, потому что был слеп. Непроглядный туман, непроглядный туман, и не выпавший снег. Песню нежных сердец, под аккорды дождя и счастливый конец. И счастливый конец, и, конечно, тебя. Я к тебе приходил и в морозы, и в зной. Я тебе говорил, я тебе говорил о любви неземной, Что ты очень нежна, и на все я готов. Но тебе не нужна, но тебе не нужна неземная любовь. Фантазер, ты меня вовзела. Фантазер, а мы с тобой не пара. Ты умна, ты прекрасна, как фея. Ну, а я, я люблю все сильнее. Первое исполнение, я вспомнил, это еще было в начале 80-х. Начало 80-х, это еще в годы моей активной музыкальной деятельности. В том варианте мне ее петь даже самому приходилось. Когда слова я уже забыл, вспомнил где-то со второго куплета. К нам присоединился слушатель, либо слушательница. Алло, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Светлана. Светлана, помните вопрос? Кто первый исполнитель? Я вопрос помню, и, по-моему, пел эту песню Ярослав Евдокимов. Евдокимов. Так, хорошо. Половина вопроса правильная? Половина правильная, да. Приз уже ваш. А вторую половину, к сожалению, я не знаю, кто ее перепел. Кто воскресил, да? Кто воскресил, это довольно-таки старую песню, да. Я, к сожалению, тоже что-то не запомнил. Ну, это бывает. Ну, она совсем-совсем недавно буквально ворвалась. Ну, я думаю, что вопрос, ответ мы сегодня зачтем. Зачтем. Потому что я просто помню, Ярослава Евдокимова в 2018 году. Это дорогого стоит. А кто кавер-то сделал? Кавер сделал Басков, Николай и группа «Дискотека Авария». Прекрасно. У нас, да, к сожалению... Так, погоди, приз. А, приз. Приз, приз. Какой вы делаете приз? Призом. Хотела галерею прогресса, ой, теперь. Без проблем. А вы обе увидите выставки, нам по одному билету можно попасть туда. Спасибо большое нашим гостям. Музыканты Александр Бушмакин и Олег Шабалин. Вот те названия, которые у нас прозвучали, и Practice Method, и Dance People, это все без труда можно найти в соцсетях, на вас можно выйти и так далее. То есть, если кто-то хочет послушать вас в полном составе. Ну, или позаниматься в школу. Ну, а, соответственно, мы сегодня разыгрывали сертификат на два занятия, ой, на четыре, простите, занятия в школе Practice Method. Эти призы у нас останутся на следующую пятницу, так что мы будем еще разыгрывать. Будем еще разыгрывать. Спасибо вам, на этом завершается Культпоход. Я не прощаюсь с программой «Союз не врушимый» через 20 минут. А я вернусь в понедельник. Культпоход.